Варшавские приключения 06-2015-14-3 Несколько лет назад, как раз в марте, судьба забросила меня в Варшаву. Поехала я туда совершенно спонтанно, когда гостила у Прадны в Скиделе, небольшой городок в 20 километрах от моего родного Гродна, что в Беларуси. Благо, ехать оттуда до Варшавы всего ничего, да и виза шенгенская у меня была. Правда, с погодой мне совсем не повезло, было начало весны, весь день, что я пробыла в Варшаве, шел мокрый снег, дул пронизывающий ветер, я без сна, так как ночь встретила в довольно прохладном автобусе, который периодически останавливали и проверяли блюстители порядка на обеих границах, белорусской и польской. Они почему-то с недоумением смотрели то на мой российский паспорт и немецкую деловую визу, то на меня спрашивали, а зачем я иду в Варшаву? Я бодро отвечала, что иду просто посмотреть и поснимать город, для достоверности своих слов показывая некановскую тушку. Они понимающие кивали и возвращали мне мой паспорт обратно. Часов в пять утра автобус высадил меня сонную и замерзшую возле центрального вокзала Варшавы на произвол судьбы и отправился куда-то дальше. А я поплелась в здание вокзала в надежде раздобыть себе временное пристанище и хоть что-то горячее. Для начала нужно было обменять деньги на польские злотые. А все обменники открывались не раньше. Семь, по-моему, утра. Вокзал был практически пуст, кассы сиротливо прикрыты, мне предстояло еще купить билет на обратную дорогу, периодически попадались такие же сонные полицейские, которые гоняли деклассированных элементов бомжей из зала ожидания. Компания у меня была что надо. На второй этаж, где можно было посидеть на стульях, пускали только по билетам, но я набралась наглости и уселась где-то в уголке зала, чтобы не очень-то попадаться на глаза служебному персоналу. Но они меня и не трогали. Видимо, вид был довольно жалкий. Я села и постаралась согреться и подумать о чем-то хорошем. Удавалось слабо, и в какой-то момент я уже начала себя жалеть и корить за то, что выбралась сюда в такую погоду, да еще и слабо представляя, куда идти дальше. Каюсь, что подумывала даже купить себе обратный билет на ближайшее время, но потом отругала себя за малодушие. Все таки у меня были с собой деньги, я знала польский язык, правда, он мне потом не особо пригодился. И, вообще, у меня была я и бог. А значит, все хорошо. Прошло какое-то время, я нашла обменник, купила себе кофе с плюшкой, и жизнь моя наладилась заметно. И я отправилась навстречу приключениям. 01. Старая рыночная площадь Варшавы. Шел снег, было жутко холодно, а я пряталась под крышами домов, чтобы сделать памятные снимки. 02. Как я писала выше, я мало что читала перед поездкой в Варшаву, так как не была до конца уверена, что мне это надо, я поеду туда. Поэтому какой-то особой энциклопедической информации здесь не будет, скорее я просто предлагаю насладиться видами Варшавы в марте. 03. Выходной день, ранее утро, да еще и непогода, так что народу на улицах практически не было. 04. Все это так или иначе исторический центр, куда-то далеко я не забиралась, ибо боялась заблудиться. 05. На этом фото на фоне зданий Старого Горда даже виден падающий снег. Я помню, что было очень тихо, безлюдно, но мне это даже нравилось, будто город принадлежал в тот момент только мне. 06. Виден Королевский замок на Дворцовой площади. Фото справа, адский фотошоп. Рисунок 9. 07. Одна из улочек Старого Города. 08. Мне представлялось почему-то, как из этих крепостных ворот выезжала когда-то Королевская Кавалькада, Великая Шляхта, Вильможные Паны, Король и Королева Польского Княжества. Им трубили веселые трубачи, а вокруг стояла толпа простого люда и приветствовала знатных айсок. 09. Мне понравилась необычная отделка фасада здания. 10. 11. Новая и Старая всегда рядом. 12. Вид со стороны Старого Города. 13. И снова рыночная площадь. 14. 15. Люблю такие приничные домики, они, правда, типичны для практически любого западноевропейского города. 16. Фото справа, один из многочисленных костелов. Рисунок 20. 17. Иногда в центре на подоконниках старых домов попадались вот такие экземпляры. 18. Центральная историческая площадь Варшавы, Дворцовой площади, Пляц Замковый. На ней расположен Королевский дворец, внутри которого мне также удалось побывать. В. 13. Веке тут стояла деревянная крепость, потом построили дворец, вокруг которого со временем вырос старый город. После перенесения столицы из Кракова в Варшаву в 1596 году замок стал официальной королевской резиденцией. Этот замок когда-то славился своими привидениями. В 1659 году суеверному Сигизмунду Августу явился призрак его безвременно умершей любимой жены Барбары. В 1772 году Станиславу Понятовскому привиделась белая дама, которая принесла дурную весть о первом разделе Польши. В очередной раз призрак явился ему в 1794 году, когда Суворов штурмовал восточную окраину столицы. Белая фигура в одном из восточных окон предсказала крах страны и скорую смерть короля. Увлекались в замки и алхимией. Во времена августа Те Саксонского здесь пытались изготовить золото с помощью известного алхимика Яна Бетгера. 19. Витая лестница внутри замка. Идем по следу белой дамы. Здесь я сделаю небольшое отступление и расскажу об одной удивительной встрече, которая произошла со мной в этом музее. Ко мне обратилась одна японская девушка. Она уточняла, как пройти к такой-то экспозиции. Я попыталась ей объяснить на своем не очень хорошем английском, но потом решила лучше показать ей дорогу, чем долго объяснять. Так за этим процессом мы разговорились, познакомились и подружились. Мою новую знакомую звали Яцукэсан. Она действительно приехала в Варшаву из Японии, планировала после этого посетить еще и Краков. Весь оставшийся день мы провели вместе с Яцукэсан. Много говорили о Японии. Я рассказала, что давно и страстно люблю эту страну, интересуясь ее историей, культурой, самураями. Это ей особенно понравилось. После осмотра музея мы вместе с Яцукэсан решили пообедать в какой-нибудь национальном ресторане. Погода чудесным образом наладилась и моя прогулка стала еще веселее. 20-21. Новый город. Один из костелов, посвященных папе Иоанну Павлу. Ти. Рисунок 26. 22. Дворец Ташица. На том месте, где сейчас стоит этот дворец, когда-то разыгрались драматические события. В 1611 году в Варшаву с победой вернулся гетман Станислав Жолкевский. Он приготовил своему королю особый подарок – свергнутого русского царя Василия Шуйского и его товарищей по оружию, захваченных в плен под Клушеном. После победного парада пленников перевезли в замок Гостынь. Но жить им оставалось недолго, и через два года все они погибли от болезней. Тогда Сигизмунд Три. Совершил королевский жест, он приказал построить на Краковском предместье часовню и перенести восемь в нее останки погибших. Часовню назвали Московской. Наследник Сигизмунда Владислав завершил благородный замысел отца, передав Москве урну с прахом пленников. Пустую часовню заперли и много лет никто ей не интересовался. В 1705 году здесь построили костел доминиканцев, и часовня скрылась в его стенах. Со временем костел расширили, он превратился в большой красивый храм, куда приходили молиться многие варшавини. Теперь это дом, где заседают ученые. 23. Президентский дворец. И тучи сгустились над нами. В который раз за день. 24. Неподалеку от Варшавского университета. 25. Если я не ошибаюсь, это памятник великому поэту Адаму Мицкевичу, которого три страны, Польша, Беларусь и Литва признают своим национальным поэтом. 26. Позади виднеется Дворцовая площадь. А мы идем по Королевскому тракту. 27. 28. Дворцовая площадь. В ее центре стоит колонна Сигизмунда, первый в Польше светский памятник, поставленный в 1644 году королем Владиславом. 4. Своему отцу Сигизмунду. 3. В Азии. Это 30-метровая колонна с бронзовой скульптурой работы К.Моли, один из самых красивых памятников Варшавы. Он был восстановлен в 1949 году одновременно со строительством проходящей рядом трассы WZ, то есть Восток, Запад, первой послевоенной транспортной магистрали. 29. А это моя Яцукай-сан, фото на память. Как все японки, она очень скромная, маленькая, с зонтиком, она по-детски смеялась над моими шутками, но сохраняла при этом традиционную японскую сдержанность, такой вот странный диссонанс. Она с удовольствием ходила по магазинам, и, глядя на представленные товары, приговаривала мило, по-японски, и трогательно фотографировала достопримечательности на пленочной. А после были наши переписки на протяжении нескольких лет, мы отправляли друг другу милые сувенирчики с национальным мотивом. Я начала изучать японский, но после двух лет изучения все-таки забросила. Теперь облизываюсь в сторону французского. 30. Это здание, восьмая сталинская высотка, подаренная Советским Союзом Польши. О сталинских высотках я подробно писала здесь и в своем блоге. 31. Рисунок 37. 32. Нью-Сити. Огни большого города через сетку на балконе номера в отеле Метрополь, где остановилась Яцукасан. Мы поболтали немного в ее номере, спасаясь от непогоды, и я отправилась на вокзал. 33. Торговый центр неподалеку от Варшавского вокзала. Решила скоротать время и купить что-то напоследок. 34. А снег все шел и шел. Городская эклектика. Помню я потом еще очень долго ждала опаздывающий поезд, который шел до Бреста. Заснуть мне там тоже не особо удалось, так как пограничники поднимали несколько раз за ночь. В Брест я прибыла рано утром и вновь ждала транспорт. Вновь мерзла и жутко хотела спать. Из Бреста я доехала на автобусе до Гродно, а уже из Гродно на маршрутке в Скидель. Родные уже не чаяли меня видеть живой, очень обрадовались, увидев меня на пороге, и я весь следующий день сладко спала, укутавшись в теплое одеяло. Мои ноги наконец были в тепле, и сквозь дрему я все недоумевала, и как меня угораздило вот так с бухты-барахты съездить в Варшаву, да еще и познакомиться там с самой настоящей японкой. Фото, Варшава, Польша. Лива, Коммент, Рид, Комментс. Четырнадцать.